Научились из файлов читать, научимся файлы и записывать, ведь в языке Python это тоже несложно. Для начала нам, конечно же, нужно будет открыть какой-нибудь файл на запись. Давайте откроем файл test1 на запись, и на самом деле не важно, что его пока что не существует в нашей файловой системе. Если мы будем открывать наш файл с ключом v, то есть для записи, когда мы его откроем, когда мы его закроем, мы его на самом деле создадим. Для того, чтобы записать строку в файл, у нас есть метод write, мы можем передать сюда строку в качестве аргумента, и когда мы запустим данный код, то мы можем убедиться в том, что в нашем файле test1.txt действительно появилась строка hello. Если мы повторно используем метод write и, допустим, передадим пример миру, то мы убедимся в том, что мы дописали одно значение ко второму. Поэтому важно, когда вы используете метод write, указывать перенос строк, если вы действительно хотите его использовать. Мы можем указать его явно здесь, запустить наш код и убедиться в том, что строка world перенеслась на следующую строку. Мы вынуждены указывать явный перенос строки, когда используем метод write, поэтому частой техникой, когда вы заранее знаете известный вам список строк, которые вы хотите записать, является использование функции join. Если мы, например, знаем, что строки, которые мы хотим записать в файл, хранятся в переменной lines, это строка 1, строка 2 и строка 3, то иногда имеет смысл сформировать содержимое нашего файла, используя метод join. Мы сначала указываем символ, который мы хотим вставить между всеми элементами нашего списка, затем мы используем метод join и указываем, собственно, сам список. Данное содержимое можно спокойно записать в файл, исполнить данный скрипт и убедиться в том, что все работает именно так, как мы и планировали. Таким образом, метод join принимает один аргумент — список строк. И он склеивает данные строки в одну, вставляя между каждыми соседними элементами списка, именно ту строку, от которой мы и вызвали метод join. В нашем случае мы передали строку 1, строку 2 и строку 3, склеили их и между ними вставили символ переноса строки, для того, чтобы нам удобно было записать это в файл. Однако метод join удобно использовать не только для символа переноса строки. Этим символом может быть табуляция или, допустим, обычный пробел, если мы хотим склеить список слов. Давайте теперь разберемся, как мы можем дозаписать что-нибудь в конец файла. Для того, чтобы файл дозаписать, мы можем открыть его в режиме A, то есть append, и тем самым сказать ему, что каждый раз, когда мы должны вызывать write, мы будем дописывать что-нибудь в конец файла. Если мы открываем файл в режиме A и его еще не существовало, то он будет создан, а если файл уже существовал, то мы будем дописывать в конец файла. Давайте с вами откроем дозапись, файл тест-append.txt, и запишем в него нашу строку hello с переносом строки. Когда мы запустим наш скрипт в первый раз, то мы убедимся в том, что мы действительно создали файл тест-append, и в нем действительно появилась строка hello. А если мы запустим наш скрипт в первый, второй и еще в третий раз, то мы убедимся в том, что у нас файл тест-append вырос, и мы действительно три раза добавили в конец него строку hello. Таким образом, чтение из файлов и запись файла в языке Python осуществляется достаточно просто. Нам достаточно открыть файл на чтение, запись или дозапись по нашему усмотрению, и затем использовать соответствующий метод тому, что мы хотим сделать. Нужно не забывать закрывать файлы. Продолжение следует...